ну что граждане будем потихоньку начинать если нет возражений меня зовут Алексей я из компании Intetix поскольку в принципе если сейчас будем за мной повторять то это сильно может затянуться поэтому я предлагаю просто посмотреть там вопросы не стесняйтесь задавать по ходу действия да я аж не удосужился дать описание что мы будем делать по данным съемки с дрона мы восстановим объект в данном случае это будет церковь в каком-то французском селе и потом сделаем его красивым и текстурированным и все это практически автоматом не все но многое самый трудоемкий процесс вообще в моделировании это текстурирование хотя все зависит от модели конечно но если у нас архитектурное моделирование то тут вполне вполне так сказать справедливо это утверждение вот в частности был была студенческая работа там про моделирование каких-то музейных экспонатов в данном случае там измерительный прибор убейте меня не помню какой дар теодолит представлен на стенде верю на слова и вот такой немножко помятый вот как раз чтобы такого избежать сейчас будем показывать начнем начнем хорошо видно вроде бы это у нас отснятая участок сцены я его немножко пообрезал чтобы был симпатичный это фотоскан компания гисофт собственно он специфический для съемки для обработки именно снимков сделанных дронами ну чем собственно дроны отличаются от большой фото аргонометрии классической тем что летает он низко и делая это большое количество снимков если выравнивать их классическим методом то у нас отвалятся глазки поэтому тут конечно выравнивание реконструкция не такая точно и красивая однако автоматическая то есть вот у нас на входе есть набор некоторых снимков последовательно сделанных с перекрытием если вчера присутствовали на мастер-классе курта фото делалось вот кстати вот это вот церковь которую будем реконструировать то есть в принципе она у нас снята со всех сторон сверху бока захвачены из-за перспективы в целом этого достаточно к сожалению у меня нету то чтобы нету нету таких данных которые можно показать потому что коммерция есть коммерция клиенты не хотят чтобы показывали данные часто но не все слова в идеале нужно облететь здание по спирали чтобы получить хорошие данные но в целом достаточно и таких супер качества мы не получим но очень даже получится симпатичная моделька для подойдет в принципе там допустим для 3d печати как макет чего-то подойдет для визуализации собственно что происходит сначала у нас есть набор некоторых фотографий дальше они выравниваются я смогу но не буду показывать весь этот процесс потому что во первых это автоматически делается во вторых довольно длительный потому что ресурсоемкая задача компьютер довольно быстрый но все равно это полчаса у нас займет зачем нам это нужно сидеть смотреть в никуда снимки выравнивались построилась сначала вот разреженное облако дальше плотное облако из плотного облака я оставил только вот наш нашу церковку вот она вот такая красивая на самом деле не очень красиво как видите например часть точек потеряна потому что недостаточно перекрытия снимков вот под крышей тут часть как видите есть вылеты каких-то групп точек то есть это некорректно восстановленные что еще ну и в целом она такая немножко побитая жизнью тут вот какая какое-то пятно на крыше появилось хотя в оригинале как вы видите его и не было то есть это все создает некоторые проблемы сейчас что во-первых что сделаем ну вот у нас есть интересующий нас объект чтобы во первых не мешали объекты лишние во вторых чтобы быстрее была обработка мы часть не врешь часть того что нам не нужно по удаляем то есть фактически выделить и удалить то есть фактически выделить и удалить оставим более менее нашу церковку ну вот как то вот так то и удалим вот этот вылет потому что это явный артефакт тут его быть не должно а даже если это действительно какой-то элемент то ну этого мы не узнаем никогда потому что он некрасиво восстановился тут это уже классифицированное как здание тут немножко грубая классификация она не для того делалось поэтому сейчас я уберу кусочек заборчика который явно не здание он просто примыкающий и как бы он нам совершенно не нужен удалять я его не стану потому что это чревато некоторыми артефактами а я его реклассифицирую с building на never classified вот дальше что тут еще такое может быть вот эти вот пятнышки это не страшно а вот ступеньки нет наверное ступеньки мы тоже сохранять не будем потому что так точно мы его сейчас не смоделируем это все таки требует времени мы сделаем достаточно грубую модель чтобы не сидеть тут до ночи вот у нас есть вот такая вот моделька вернее не моделька а часть облака точек и оно уже вполне готово к моделированию мы построим mesh это анализ меш нужно строить избыточным то есть вот нам тут предлагают уровни детализации это arbitrary объект произвольной формы то есть тут фактически два можно сделать модель а-ля карта высот а можно вот такая полноценная 3d ну то есть грубо если сказать карта высот это два с половиной д а это 3d источник плотное облако количество полигонов вот тут его лучше завысить даже несколько пусть будет двести пятьдесят тысяч это избыточно но тогда не теряются какие-то важные элементы и лучше сохраняется форма объекта интерполяция включена нас интересует только здание по этому точке здания ну и все вперед сейчас он быстренько должен генерироваться в чем беда с мешами ну или сетями если по-русски которые генерируются программами данного класса ну в принципе вот я сейчас использую фотоскам подойдет любое более-менее решение которое поддерживает ну с тем же функционалом которое поддерживает экспорт импорт объектов трехмерных моделей в чем беда всего этого класса программ они по большей части с одним и тем же функционалом так это в том что меши получаются несколько такие побитые жизнью как помятые ну вы сейчас сами это увидите это из-за специфики реконструкции что как правило текстура текстура рисунок на стене здания он неоднородный то есть если вы видели бетонную стену она вроде так серенькая придешь посмотришь там какой-то камешек там еще что-то это вызывает ошибки то есть разное по-разному отображаются цвета соответственно разное не на реконструкции соответственно у нас облако точек представляет собой некрасивую такую регулярную сеть как в допустим лидарное облако что там сняли мы ровную стену она прямая линия из точек если смотреть в сечении тут она немножко такая и опять же количество точек избыточное поэтому производные меши получают ну наследуют эти недостатки своих родителей генерировалась вот об этом я говорю видите какая она помятенькая точно так же вот теодолит помятенький был на этом в работе что впрочем не умаляет достоинства работы это просто так сказать технические особенности я сейчас поудаляю излишки некоторые которые нам по большому счету здесь не нужны их в общем-то и немного практически практически нету вот как-то так и вот такая у нас моделька моделька она она не текстурированная сейчас я покажу текстуру это на самом деле ну текстура но это текстура если знакомы с 3d редакторами то текстура бывает UV то есть развертка с плоскости а бывает прямо на модели то есть цвета вершин тут строятся и цвета вершин ну как видите то есть она ну так так себе если говорить откровенно получилось но это опять же из-за особенностей текстура строится фотограмметрическим способом отсюда же ну привносит во-первых проектируется на неровную поверхность она помятая во-вторых это создает искажения в фотографиях в-третьих нет для некоторых участков вот как вы помните вот здесь под крышей нету точек соответственно там недостаточно снимков и вот то что тут есть это результат интерполяции вот также видите вот такая очень нерегулярная структура получается сетки с этим очень трудно работать фотоскан да и прочие программы поддерживают упрощение модели то есть вот мы ее построили мы ее теперь можем либо сгладить ну и сгладить и упростить но с этим другая беда я вам сейчас покажу сейчас сохраним наш результат сделаем копию которую не жалко допустим мы хотим уменьшить количество полигонов текущей модели у нас 250 246 тысяч мы допустим хотим ну хотя бы достал чуть правильно чтобы с этим что-то можно было работать сейчас я покажу разницу видите она немножко огрубляется чуть-чуть я не знаю даже видно ли это на проекторе не видно видно а видно но 100 тысяч полигонов это все еще очень много поэтому давайте попробуем до 10 тысяч ой вот это уже совсем беда то есть она получилась уже не как помятая а как сделанная из папье-маши не знаю даже возможно оригами и так далее но для наших теперешних задач этого вполне хватит текстура у нее стала еще более помятая потому что опять же это все результаты интерполяции но мы потом построим нормальную для нее текстуру сейчас не будем потому что все равно где стол но с этим уже можно работать эта моделька ну то есть 9 тысяч полигонов не такая тяжелая хотя ну 250 тысяч тоже можно работать но она уже подтормаживает мы экспортируем модель сейчас я сохраню проект экспортируем модель прикольно ну ладно все еще экспортируем по крайней мере пытаемся ну в общем можно это не суть важно в каком формате поставим локальные координаты нормали да в общем неважно оставим так посмотрим что-то у нас получилось из этого да вполне получилось и даже модель весит всего 700 килобайт что уже ну как приемлемо с этим легко работать там не нужно нам супер железо чтобы его крутить дальше это программа Blender возможно кто-то знаком это 3D редактор аналог 3D Max Maya и прочего софта просто он свободный поэтому с ним да open source не open space поэтому с ним проще если уже знакомы то это вот кубик кубик нам не нужен если не знакомы то вот вам обезьянка но на самом деле здесь мы будем редактировать нашу модель вернее даже не редактировать но все по порядку для начала мы ее импортируем импортируем вот он wavefront вот вот наша модель у нас up это ось z то есть верхняя forward это положительный y и тут специфическая просто в 3D моделировании грубо говоря если вы моделируете допустим автомобиль то где у модели перед куда он направлен то есть фасад это отрицательный y ну по осям ну ну в реальной жизни все немножко не так у нас я хотел сказать глупость но все равно скажу ее то есть верх это по оси z я думаю вы меня поняли все остальное в принципе мы можем оставить группы сглаживания нам не нужны хорошо все импортируем и ее нет на самом деле есть осталось только найти из-за чего это связано потому что там 600 метров над уровнем моря поэтому получилась вот такая беда что наша моделька улетела далеко ну поскольку как бы координатная плоскость у нас здесь то мы ее немножко приземлим для удобства работы с ней и поскольку она экспортировалась из внутренней системы координат проекта которая у нас задается зоной обработки если она большая то она не в центре но это опять же не страшно мы ее перенесем ближе к вот далее что меня интересует так это нам нужно ее выровнять по нулю в принципе я не знаю стоит ли объяснять так сказать тонкости работы в 3d софте если хотите сами научитесь но в общем я буду комментировать конечно для начала нам нужно выровнять модель так чтобы во первых она была горизонтальна чем мы займемся так секундочку я вспомню вот 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 это манипуляции с выравниванием чтобы дальше с ней можно было работать но чем это плохо тем что потом нам придется ее возвращать назад вместе с нашей моделью но это не страшно так ну вроде бы вроде бы получается практически дальше я хочу ее повернуть чтобы она нормально тут супер точности не надо то есть на этом там география практически заканчивается и это больше художественная работа но вполне поддерживаются системы координат и мы впоследствии если у нас есть цель именно сохранить правильную геопривязку то вполне можно сохранить даже геодезическую точность но единственное это требует некоторых дополнительных усилий и даже дело не в усилиях а в том что требуется дополнительное время на это я не думаю что кому-то тут хочется сидеть до 5 утра но я утрирую конечно поэтому вот так вот мы ее на глаз выровняли она горизонтальна она вполне расположилась по осям вот и дальше с этим уже можно работать охранить пожалуйста этот обж это его внутренний формат нет обж это открытый формат он достаточно простой вплоть до того что если вы очень хардкорный моделист то можно делать это в нотпаде как в 90х делали сайты но я бы не стал а вот сейчас мы как раз сохраним файл blend чем это прекрасно тем что то можно конечно работать с самой моделью но если я сейчас войду в режим редактирования то это очень непросто как вы видите из-за крайне нерегулярной сетки восстановить именно модель как было это очень сложно вот так сказать в данной работе конкретно сейчас мы построим вокруг старой модели новую модель эту мы оставим а вот добавим новый объект я вспомнил как это делается ладно кубик это кубик все начинается с кубика но поскольку модель у нас ближе к кубу чем к шару то работаем мы с кубиком так 1 сейчас кубик у нас в нулевой точке спрятался поэтому я еще немножко подвигаю нашу модель чтобы увидеть кубик потом а вот почему почему кубик да не почему потому что работаем с приятелами в принципе даже кубик нам не нужен от кубика конкретно сейчас мне нужна вот эта грань все остальные мы удалим что мы делаем с гранью мы ее будем всячески растягивать фактически мы сейчас вокруг нашей модели но в другом слое формируем новую модель есть поскольку модель симметричная ну тут есть вот как видите предел формируем я не путаюсь в храмовом строительстве но мы его потом добавим для начала в общем то создадим обычную модель церкви тут она изменяется так может нажимаешь быстрее клавиш комментировать какие же хорошо это был инструмент нож я разрезал плоскость на три части ну собственно получилось три плоскости дальше я перемещаю грани растягивая получившиеся плоскости это инструмент переместить переместить по оси x чтобы оно не съезжало никуда вот примерно вот так как мы видим тут вот есть такой небольшой скос крыши давайте его восстановим почему нет опять опять инструмент нож примерно вот где скос режем горизонтально получаем вот такой разрез снова мы перемещаем нашу вот как-то так тут как видите ну есть ну такой выступ это сказать давайте его тоже повторим почему нет что нам стоит дом построить нарисуем и все хорошо я работаю по большей части в то есть в ортографических проекциях вид спереди сверху сбоку то есть это фактически это даже не художественная задача сугубо инженерная делаем вот такой вот чертеж единственное что ну размеры они уже есть на натуре ничего не надо с линейкой вымерять все довольно просто и поэтому быстро получается ну а быстро это значит дешево дешево это очень хорошо вот получилась вот такая штука теперь вот эти вот получившиеся грани это экструдирование вот на эту на такую глубину мы их выдавили как видите образовались лишние плоскости сейчас я их удалю вот уже фасад какое-то подобие формы обретает а тут где-то вот на вот этом уровне получается уже закончилась выступ ну так что это я наверное поторопился с экструкцией сделал больше чем нужно вернее меньше поэтому я возьму еще и вот это в принципе делаю то же самое вот как то так далее тут некоторая сложность в том что башня симметричной формы если вот прямо сейчас так сходу начать 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 что начать что я хотел сказать ну да то есть скорее всего ошибемся поэтому ну в принципе половина фасада у нас готова это очень хорошо тут что можно сделать ну можно такую же изгиб крыши предусмотреть наверно мы это и сделаем чуть-чуть вылет вот получается готов фасад я сейчас его отзеркалю есть специфический инструмент зеркалирования но я не самый большой специалист в этом деле поэтому я с ним я его боюсь я сделаю по-другому я сделаю по-другому точке зрения моделирования но очень удобно переместим нет секунду что-то у нас пошло не так это сейчас у меня беда с нормальными вот нормально все теперь или нет ну ладно неважно в общем дальше с этим можно работать это ключевое это особенность этой моделирования я сейчас не буду про них рассказывать вдаваться в подробности вот получился такой ну практически фасад церкви далее мы нарисуем это ребро создадим новую плоскость мы его потом хотя даже наверное ладно пусть так будет это потом наклонится создаст скат крыши сейчас мы что сделаем мы возьмем вот эту вот часть и что там нет скопируем это скопируем на все четыре стороны Продолжение следует... 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 где наш конус, ну, да, не будем, значит, ничего отключать, она как раз очень хорошо показывает. Это снова любимый мной инструмент нож. Режем насквозь все это. Вот. У нас сейчас очень много лишнего тут осталось, лишних плоскостей, я их убираю. Вот это получается, но оно, видите, такое несогласованное. Но это как раз не страшно, это очень быстро лечится. Все тем же ножом. Я тоже прилипаю к вершинам, видите, получаются такие ровные резы, да. Снова излишки. Вот эти вот штучки мы заполним. А заполняется каком-то вершине? Ф-очкой. Фил. Нет, я просто оттянул вершину, прикинул, она у меня на 8 метров как раз уехала, подходит, и все на 8 метров. Вот такая вот штука. И дальше нам, получается, нужно сделать, как она в плане выглядит. в 8-гранник нам. Ну, из 4-гранника сделать 8-гранник это несложно. Мы берем все наши вот эти верхние грани, которые составляют колодец, если можно так выразиться, делим их пополам. Сейчас включу вершины, будет виднее. Дальше создаем ребра между вершинами. Какое-то создаются как буквально. А, тоже F. F соединяет. Ну, если две вершины выбрать, сейчас вот покажу. Если я выбираю две вершины, то будет ребро. Если я выбираю три вершины, которые ограничены ребром, то плоскость. Вот, как-то так. Далее. Тут вот нам нужно нам нужно сейчас сделать в центре вершину. Для этого надеюсь, есть интернет, потому что вот этот момент я не продумал. Это специфический модуль работая с гранями. Ага, он тут есть. Это отлично. Я создал два новых ребра. я строю вершину пересечения этих ребер. То есть, вот они у меня пересеклись в центре. Дальше. Вот эту вершину я подниму примерно на уровень конька крыши. Я лишнее охватил что-то. Да, две вершины. на уровень конька. Вот, как-то так. Как видите, оно не сильно совпадает. Ну, это вот неточности изначального позиционирования. если задаться целью и спозиционировать все точно, то будет гораздо веселее. Далее создаю новые ребра. недостающие. Вот они. И далее создаю грани. Кстати, по-моему, создавать ребра специально это избыточно, но я никак не могу от этого избавиться. Лучше перебдеть. Вот. Вот. получается. Оно немножко неравномерно освещено из-за того, что неправильные нормали все равно неправильные нормали. Ну, ладно. О! Сейчас все получилось. Вот, получилась вот такая вот крыша. я не знаю, есть ли в реальности тут вот такие вот плоские скосы. Я просто их сделал, чтобы сэкономить время. как видите, оно довольно точно воспроизводит. Ну, а дальше тут уже совсем чуть-чуть осталось. Это довольно ну, такие простые операции. А, ну да. Что сейчас надо сделать? так это удалить половину сделанной работы. Потому что эта половинка будет только мешаться. Она была нужна для того, чтобы, ну, симметрично сделать вот этот, вот эту башню. Просто выделяю все лишнее. Удаляю. Но ничего. Мы его потом отзеркалим. так сказать, один момент. Так. Далее. Далее, далее. Это тоже экструбция. Экструзия. Как правильно? Не знаю. Угу. 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 Тут вот надо отрезать лишнее. Я даже теряюсь. Ну ладно. Сейчас вот так вот сделаем. Эта вершина на проективном пересечении ребер была создана сейчас. А нож какой клавишей называется? окей. Да, я тут не сделал важной вещи. У меня получились недостаток вершин некоторые вернее вершины не объединялись при как бы это сказать. Вот. То есть видите сейчас это придется исправить недосмотр. Иначе дальше все будет очень осложнено моделирование нашим. Они вот такие правильные звездочки должны образовывать. Надо проверить. Так. Ну вроде все хорошо. Вот. Теперь все отлично. Далее продолжаем. Выделяется узлы просто правая кнопка. Не надо не хорошо было переходить для этого. Тут вот есть режим выделения вершин граней и плоскостей. Сейчас я выделяю грани. Ну как-то грани получилось. Что-то еще не доделал. Вот. И снова продлеваю эти грани на заданную длину. Оп. Уже есть крыша. в принципе эта половина церковки у нас закончена. Сейчас мы ее немножко финализируем сзади. Как это можно сделать? А понятия не имею по-хорошему как это сделать. Делаем это не очень правильно но быстро. вот плоскость. далее эту плоскость я хочу обрезать по контуру. Все тем же ножом. Я сделаю его простым чтобы чтобы не сильно вас задерживать. Так. Вот это лишнее. Дальше продолжаем все то же самое. В принципе можно даже вязаться к модели но тут слишком много всего поэтому делать этого мы не будем. Вот эту башенку можно создать вращением в данном случае это инструмент инструмент спин нет не то не то вернись сейчас надо подготовиться все преобразования выполняются вокруг так называемого 3D курсора это термин Blender он еще Pivot называется в других программах отлично прям как тут и был вот такая тут я видите немножко упростил то есть сделал ее выше но в принципе это не страшно мы можем это даже быстро очень так сказать пофиксить так дальше выделили плоскости это делается масштабированием вокруг 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 какой же оси надо подумать ну ладно не вокруг никакой примерно 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 вот так а чтобы вращаться это какого ты плач жмешь вращение скролл вот тут вот я зря наверное сделал без учета вот у меня получилась вот получается вот такая штука единственное что из-за этого уплыла немножко стена сейчас стену надо выровнять потому что иначе впоследствии будут проблемы и артефакты с ней вот как-то так для того чтобы выровнять стену нам нужно нам нужно нам нужно нам нужно ее слегка разрезать и экструдировать вот она получилась создаем новые плоскости ну вот получилась такая штука так теперь что осталось вот эти колонны я наверное не буду моделировать чтобы вас сильно не задерживать а то что уже и время подходит сейчас мы быстренько быстренько сделаем копию отзеркалим ее вот 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 она наша церковь буквально за полчаса получилось ну можно сделать вот этот вот предел это довольно тоже быстро делается для этого для этого мы вот очень плохо что я не совсем попал в центр из-за этого не видно так в режиме каркаса тоже работать невозможно но значит будем как-то на ощупь резать ее примерно посерединке сельское место вот это мы выдавим вот какую-то такую личную дальше уже с этим можно работать в общем-то нам даже и не нужна исходная модель удаляем лишние грани удаляем я не будем удалять эту грани тоже выдаем но нормально получилось руина. Дальше все то же самое, что делалось раньше. Дублируем, раззеркаливаем. Она, к сожалению, у меня улетает. Вот она получилась. Я для простоты сразу удалю вот эту грань, чтобы она потом не мешалась. Как выделить все? Ну вот такая вот симпатичная штучка получается. Кто не устал и готов потерпеть 5 минут, чтобы сделать вот эти вот штуки? Поднимите руки. Все устали. Ладно, значит не будем делать. Или сделать. Все молчат. Ладно, сделаем это быстро. Оно будет красивее с ними. Чувство незавершенности. Оно будет красивее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шифта. 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 Шифт. Шифта. Шифт. Ну вот оно примерно похоже на правду Теперь будем его возвращать назад в фотоскан, чтобы сделать для него текстуру Сохраним Далее Вот этот наш кубик Сейчас я сделаю следующее Поскольку нам нужно и очень важно, чтобы наша модель появилась именно там, где надо То есть там, откуда она пришла изначально То я ее еще раз импортирую Соответственно мы можем ее дальше сопоставить И уже в этот раз тащу кубик наш, ну не кубик, а уже созданную заново модель К ней К модели изначальной Ну вроде попал Так Что-то не так Угол наклона Угол наклона Что-что? Угол наклона но это дает о себе знать так ну что почти попали сейчас нам не нужна миллиметровая точность вот она примерно такая вот это выровнять нужно если данные привязаны хорошо то там все будет четко потому создания как правило стоят вертикально хотя бывают исключения вот совпало наконец-то и собственно что мы делаем дальше мы вот эту вот модель кубик наш экспортируем тот же обж импортируем назад сюда здесь удаляем старую модель она нам ни к чему а нет немножко немножко я во первых не про под неправильным неправильно задал при экспорте координаты во вторых оттуда нужно по удалять старые модели он все экспортирует без этого без исключения сейчас одну секундочку вам понравится я вижу многие устали но результат вам понравится я обещаю возможно даже гарантирую да я не задал ммм 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 Ой, проблемы с нормальными. Ну ничего, это сейчас решится. А, я сделал глупость, простите меня. Я сейчас исправлю быстро. Так, это во-первых. Во-вторых, я так торопился, что импортировал модель неправильно изначально. Так, игрек ворот. Ну, попытка еще одна. Вот, теперь, как видите, она на своем месте. Дальше начинается магия. Мы построим для этой модели текстуру на основе фотографий наших. Тут пару минут придется подождать. Вопросы, если вдруг нет ни у кого, все устали. Ну, можно, то есть, тут два инструмента всего, это упростить и сгладить. Ну, упрощение это понятно, он просто уменьшает количество полигонов, опять же, огрубляя модель. А сглаживание, оно уменьшает резкие перепады. То есть, оно не очень полезно в данном случае. Ну, плюс, можно удалить какие-то лишние полигоны. А как 3D-редактор, к сожалению, тут такого не предусмотрено. Если бы можно было задать какие-то ребра, допустим, по которым перестроится модель, но... Что это за клавишей, а нампад? Нампад. Да. Ну, нампад, который вот этот. А, да, ноут его нет. Ну, да. А на практике бывает такое, что... Какие-то задачи... ...вылить... ...вылить его в релых правах. ...вылить какие-то качественные фотографии, например, того же самого августа. Да, ну, для большинства задач, в общем-то, хватает, да. Ну, при нормальном убьете, как вы выберете, как вы выберете. Да, да, да. В принципе, для 3D-моделей 3D-райп-рознайка. Ну, по большей части, да. Но, как правило, все равно они потом чистятся. Для того же, не то, что там не работаешь, как с 3D-райп-рознайка. Да. Не, ну, с нуля это сложнее, но... Давайте вспомним, как выглядела наша моделька изначально. Вот она такая неказистая. Сейчас я ее немножко... ...помятенькая. И как она выглядит сейчас? Фасад засвечен, но в целом, смотрите. То есть на нее текстура легла, очень даже неплохо. Есть некоторые артефакты, но это правится. Из-за спешки я ее не чистил, потом построенную модель. То есть, видите, очень четко. Вплоть до того, что действительно вот у нас теперь есть такая крыша. Что-что? Вплоть до того, что я его перелочами умирать. Нажимаем. Посмотрите. Да. Как сказать, познается в сравнении. Потому что, ну из-за того, что правильная плоскость, на которую проектируются фотографии, то оно получается очень красивое. Ну вот тут вот это артефакты. И вот это вот тоже. Но это недостатки самого моделирования. Там я просто не проверял эту модельку, чтобы время сэкономить. Но в целом, вот она получилась у нас. Как получается, требование к ЕЗО определяться размерами тепла? Или там? Ну естественно. Потому что все это довольно долго. То есть, по-хорошему, нужна очень мощная станция. Она есть, но не здесь. Как видите. Как спецтехники остались, чтобы на самом деле, для больших объемов, когда-то, как спросить. Когда много моделей, то там уже не станциями измеряются, то есть, нужно собирать кластеры. То есть, берется комбов 8 таких хороших и соединяются в один кластер. И на них загоняются уже. Там можно обрабатывать много сразу. Даже для ученого отработки достаточно мощный кум. Потому что много. А еще, поскольку это 3D-графика, тут используются такие мощные игровые видеокарты. И потом можно на шрюшки. И получили начальство по шапке. Но так делать не надо. Вот. Собственно, это то, что я хотел показать. Для какой-то визуализации дело отличное. Очень рекомендую. Осваивайте фотограмметрию. Пусть даже малую. И 3D-редакторы. Всем спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ